Портал детали Кирилл, первое, что напрашивается, это как ты расцениваешь итоги визита Блинкена в Китай. Это знаковое событие. Давно уже никто из первых лиц Соединенных Штатов в Китае не был. Отношения с Китаем, мягко говоря, не очень теплые. Как ты расцениваешь этот визит? Очень позитивное развитие. Очень хорошо, что он произошел. Уже, правда, много всяких разных спойлеров прошло, которые могут, как Блинкен сказал, что мы остановили идущую вниз спираль ухудшения отношений после этого визита. И уже после этого было скандальное высказывание Байдена вот сегодня, вчера, о том, что Си тоже диктатор, короче, кто он диктатор и так далее. И уже китайское Министерство отреагировало на это. Но такие высказывания не остановят. Не, но скажи мне, зачем? Ой, нет, это не можно сейчас. Вот. Зачем это? Там много у Байдена периодически. У Байдена всегда была проблема еще с его сенатских и вице-президентских времен. Он иногда может ляпнуть. Это известно. То есть это не проблема возраста, да? Нет, это не проблема возраста. Для Байдена не это. То есть не только, не только проблема возраста. Да, это у него возраст проявляется по-другому, но это у него было всегда, даже когда он был молодым. Поэтому это Байден. Я не знаю, китайцы, на мой взгляд, так резко прямо отреагировали. Диктатор, если римскую коннотацию слова диктатор посмотреть, ничего такого страшного в этом условии на самом деле нет. Вырвано, как сказали бы люди, пиарщики, правители, они бы сказали, что это вырвано из контекста. Но оставим в стороне. Вот. Сам по себе 10-часовой марафон в воскресенье. Нет, переговорный 10-часовой. Значит, 7 часов он провел с Цинганом, с Министерством данных дел. Они 4 часа разговаривали, потом они 3 часа ужинали в разговоре все время. Потом 3 часа с Ван И. Это очень важная встреча. Ван И бывший министерство. Сейчас он, я так понимаю, секретарь ЦК КПК по внешнеполитическим связям. Это ширеонное назначение, оппозиция. Вот. И там тоже был очень продуктивный диалог. В этот раз без нотации, без лекции друг к другу, без скандала, без крика. Не как в Анкоридже. То есть все нормально. Уже все. Все научились. Вот. И потом 35 минут с Цинпинем. Это важно. То, что никаких договоренностей нет. Вообще, это немножко как бы холодненький душ, но... Мощает, да? Да, но все равно, как Блинкен правильно сказал, что у нас такие сложные сейчас взаимоотношения, что сразу с кондачка, с шашкой на голову мы ничего не решим. Это долгая история. Главное, настрой позитивный, доверие и попытка работать вместе. Главное теперь, как мы пойдем, да? Будет это компартментализация, скорее всего. Другого варианта я не вижу. В некоторые ящики кладется там, где мы можем работать с Китаем. В некоторые ящики кладется то, что мы не можем с Китаем решать. Поэтому мы не будем этих вопросов касаться, пока кризис сам не придет. Такая позиция. У нас с аудитами была такая. В какой-то момент позиция по израильскому вопросу, кстати, тоже. Так, это бывает. Значит, ну, опять же, все это на мази только в том случае, если никакого нового скандала не будет. Любой новый скандал, любой новый скандал все отменяет. Это первое. Второй момент. Главная цель, на самом деле, Блинкена была начать получить китайское согласие на восстановление механизма, как его русские и американцы кладут интеллигентно. Деконфликсинга. Новое слово, которое мы научили из сирийской военной компании. Вот. Механизм позволяет начальникам генеральных штабов и министрам обороны напрямую созваниваться в случае возникновения сложной ситуации. Китайцы там немножко полетали по русской традиции перед носом американских истребителей. Немножко китайские корабли прошли прямо перед носами американских военных кораблей Южно-Китайском море. То есть, все как бы налицо, что китайцы недовольны. И когда спросили китайцев, ребят, вы что? Ну, во-первых, Остин поздоровался с министром обороны. Ну, китайский министр обороны под американскими санкциями. Он же недавний министр обороны. До этого он там занимался какими-то вопросами. Может быть, уйгурами. Я точно-точно не знаю. Но он оказался под американскими санкциями. Когда его Си Цзиньпинь назначил на позицию министра обороны, китайские товарищи попросили нас, американцев, снять санкции просто министра обороны. На что мы отказали? Интересно. А как же он здоровался? Здороваться можно. Это в Сингапуре на саммите было. Но никакого предметного разговора не может быть у тебя с человеком, который у тебя под санкцией. И как бы... Это первый момент. Ну, у нас. Мы же великие ребята. Это первый момент. Второй момент. Китайцы не хотят, чтобы мы себя в Южно-Китайском море чувствовали как дома. А когда у вас есть механизм деконфликтинга, то вы чувствуете себя там как дома. Ну, если что, мы позвоним. Если что. Нет такой возможности. Опция отсутствует. Поэтому... Секунду. Секунду. Какая опция отсутствует? То есть все-таки линию они все-таки не сделали эту... Нет-нет-нет. Нет коммуникации. Нет вообще никаких военных коммуникаций. То есть это не то, как тогда этот самый... Это не то, как... Хрущев с этим, да? С кенами забралились. Нет, я скажу больше. Это не то, как израильтяне с русскими. А должно быть именно так. Этого мы хотим. Это не то, как... Это не то, как американцы с русскими в Сирии. Там тоже есть деконфликт. Пока он работает. Хотя это не мешает русским пролетать близко от американских истребителей. Это уже было несколько раз. То есть все, всякое бывает. Но механизм он тут есть с Россией и есть с Израилем. Но нету с Китаем. И это опасно, потому что там много наших военных кораблей и очень много китайских, конечно же. Это их море. Оно же не просто называется южно-китайским. Правда? Там же как персидский залив. Не просто персидский залив. Правда? Логика же есть. Поэтому эта цель была главной. Она не достигнута. Плюс новый скандал с базой на Кубе, который с середины июня раскручивается. И тут вчера Воспельдронов экклюзивно опубликовал новые подробности. Это не просто будет база, которая будет электронной разведкой заниматься на Кубе китайская. Это будет база, которая будет тренинг-фасилити, который будет тренировать кубинских солдат, которые, по-моему, сами могут китайцы тренировать. Кубинские солдаты известны. Особенно их спецназ. Слушай, не зря мы упомянули этот самый Карибский кризис. То есть, как бы, все повторяется. Да-да-да, все повторяется. Все же по спирали же. Марксистская шлема. Все никуда не делась. Все есть. Все здесь. И уже обеспокоенность. Уже звонила наша администрация на Кубу. По сути, слава богу, есть. Контакты есть. И говорят им, ребят, вы потеряете свой суверенитет. Вы что, китайская военная база на Кубе? Ай-яй-яй, китайские войска на Кубе. Вы потеряете суверенитет. Ну, и мы еще не знаем, что мы даже будем делать. Это для нас неожиданность. Сколько там до Флориды? 100 миль. 160 километров до Майами. До Майами. Не просто до Флориды. До Майами. Вот. Поэтому и там много военной активности у нас. И много. Мы там запускаем и корабли космические, и военные, и разные спутники. И поэтому это нам совсем не надо. Ну, это по сравнению с Солоновыми островами, с тем скандалом, который возник, когда 1200 километров от Австралии вдруг китайцы подписали с Солоновыми островами договор на перезаправку кораблей, там разные технические обслуживания и база полицейская, военная. Это план 41 у них. 141 есть такая у китайцев, такая программа. В Камбодже есть, в Эмиратах уже вроде появилась, но пока тихо про это. И вот, ну, в Восточном, в Западном Площаде не было еще ни одной. Вот Куба будет первой, если будет. Будут решать вопросы, эмбарго же действует. У нас с Кубой непростые отношения. Но в любом случае тут как бы хочется спросить наших, нашим министерством ребят также, а в чем проблема? Куба же суверенное государство. Можешь подписывать договор о военной базе с любой другой. Китай же не угрожает. Китайцы должны тут же встать, как мы военные силы, никому не угрожаем. А Куба суверенная страна. И мчелы будут с вами обсуждать кубинские планы, и подписать с нами договор. Это же нелогично, правильно? Куба суверенная, хочешь, наверное, подписать договор? Пусть подписывает, не хочешь, пусть не подписывает. Ну, так же, бумеранг-то возвращается, карма же на есть. Вот, высшая сила на всем этим наблюдает, без сомнения. Поэтому посмотрим, во что это все вылится. Это все можно сорвать. Почему я все это говорю? Вот вся эта штука, это смешно со стороны, но это реально в отношениях серьезное ухудшение потенциальное, конфронтация потенциально Новый Карибский кризис. Правда, там были ракеты, тут все-таки не ракеты, но все равно как бы есть определенные моменты. Поэтому с очень осторожным оптимизмом наблюдаем за развитием. Есть договоренность только одна, что Джанет Йеллен, министр финансов, посетит скоро Китай, должна, и Джон Керри, специальный инвой, специальный по климату президент США, должен посетить. Потому что китайцев тоже климат беспокоит, у них там дышать совсем нечем. Правда, в Пекине, в Шанхае нечем дышать периодически. Поэтому они хотят думать, как это все делать, как это решать. К тому же можно какую-то денежку от Америки на это поиметь, с этого поиметь тоже. Потому что есть определенная программа, под которую Америка уже подписалась. На климатических всяких саммитах. В общем, там интересно. И за этим надо наблюдать. Но визит Йеллен, я считаю, ключевой по экономике. Потому что она уже несколько раз слух громко сказала. Вот, ребята, так и так. Если мы совсем поссоримся с Китаем, это будет экономическая катастрофа для всех. Это раз. Второй интересный момент. Перед встречей с Блинкеном, Си встречался с Биллом Гейтсом. И там он ему сказал, что вы первый наш дорогой друг, который решил посетить Китай за все это время. Маск тоже друг, но не такой дорогой, как Билл Гейтс. Маск относительно недавно стал дорогим другом, а Билл Гейтс уже давно. И Си его лично принимал и того, и другого, кстати. Общался с ними, показывая, что Китай с бизнесом готов и хочет разговаривать. Ну, это же трюк такой, на самом деле. Американцы сейчас тоже пику делают. Они же сейчас строят несколько заводов по производству чипов, в том числе и в Европе. Вот, вот. Это самое. Поэтому прогресса нет никакого вообще. Но китайцы уже много рассказали, что если этот указ Байдена выйдет, запрещающий реально все эти инвестиции в китайские полупроводники, американские компании, это будет большая проблема. А мы хотим торговать. И наш бизнес очень озабочен. Это правда. И мировой бизнес должен быть озабочен, прежде всего. Потому что Европа тоже не хочет быть вот таким заложником. Они же варсальные государства, правильно? Франция, Германия. Англия сама хочет делать, что делает Америка. Но Франция и Германия совсем не хочут. То, что касается экономики. Потому что никто не хочет быть разменной монетой в споре двух титанов. Никому это не надо. Поэтому хочется, чтобы все договорились. Но это как бы, знаете, надежда юношей китай. Тут есть много моментов. Ну, единственное, оптимизм, мне кажется, заключается в том, что Китай все-таки в любых ситуациях предпочитает как бы торговать, чем воевать. Он вообще не предпочитает не воевать. Это подход. Это философия. Другая цивилизация. Еще раз. Я уже говорю, это много раз говорю. Я все время это говорю. И слушайте мы с вами тоже. Страна, цивилизация, которая ограждает себя стеной, не планирует тотального военного господства и такой егемонии. Торговля, да. Но главное себя ограничить от варваров, а не идти этих варваров завоевывать. Вот как бы идея. Я это понимаю. Поэтому я Китай рассматриваю в очень положительном ключе. Да, понятно, что угроза безопасности есть, и все, что нужно сделать, чтобы китайцы не могли собирать информацию, чтобы они не могли мешать нашим интересам, надо этого добиваться. Но война с ними, ребята, ну, совсем нехорошо. Да, я надеюсь, этого никто не хочет. Будем надеяться. Кстати, о войне, если можно так выразиться. Итак, война в Европе, война в Украине. В Лондоне проходит конференция по восстановлению Украины. В частности, на этой конференции выступил ваш господин Блинкин, который заявил, что США выделяет восстановлению экономики Украине еще 1,3 миллиарда долларов. Бешеные деньги. Или, как говорил Райкин, сумасшедшие деньги. В то время, как Россия продолжает разрушать, мы здесь, чтобы помочь в восстановлении Украины. Это я цитирую Блинкина. Евросоюз планирует использовать для помощи Украине и замороженные российские активы. Что у вас об этом говорят вообще? Насколько это реально? Это только европейцы придумали или американцы тоже к этому имеют отношение? Ну, у нас, когда такие идеи начинали всплывать, уважаемые издания сразу писали, что возможности этого не изучены. Между строк читаешь, что правовой базы для этого не может быть. Потому что для того, чтобы чужие деньги, а не чужие деньги, можно было как-то использовать, требуется решение правового института. То есть суда. Для этого надо иметь какое-то хотя бы подобие суда. Желось бы сказать, что да, вот так и так. А какой суд имеет авторитет, да, возможность? Имеет юрисдикцию над такими вопросами сегодня? Это очень сложная юридическая тема, и ни один суд сегодня не может это разрешить сделать. То есть если будет иск встречный и заморозят все это дело, опять не даст им ничего этого. Даже если они захотят на уровне исполнительной власти подобную штуку провернуть, в юридическом поле мне представляется от абсолютно невозможной вещью в правовом государстве. А евросоюз и страны евросоюза правовые государства и ЦФРА считают, что она тоже правовое государство, несмотря на экстатериториальное применение американского права, которое мы постоянно наблюдаем. Что в принципе в стране нужно одно право неприемлемо. Но Америка принимает международное право, как и многие, кстати, принимает это только в определенных аспектах, которые не противоречат американской институции. В любом случае, так как право на частную собственность и на чужую собственность, оно священно в Америке, Просто так взять деньги, которые вы заморозили, и отправить на какие-то другие нужды – это воровство. Это не может происходить. А что же европейцы все время об этом говорят? Причем это же серьезные люди, это политики, обладающие определенным статусом? Я не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос. Это может быть заигрывание с частью электората. Это может по многим причинам делаться, для того, чтобы успокаивать истеблишмент тоже. А где будут брать деньги? Где возьмете деньги? Сколько там надо? 50 миллиардов долларов, чтобы восстановить то, что там потеряно сейчас? Например, я от фонаря сейчас тыкву называю. Во-первых, надо понимать, что для того, чтобы что-то восстановить, надо, чтобы прекратилась война. Во время войны нельзя ничего восстанавливать. Газа тому подтверждение. Правда? Бесполезно. Пока есть война, то нет смысла ничего восстанавливать, она опять будет разрушена. Поэтому, а пока о завершении конфликта мы ничего не слышим. Никаких даже движений в сторону какого-то внятного диалога ни с той, ни с другой стороны нет. И заинтересованности такой общины пока нет в этом диалоге. Ну, по крайней мере, пока идет контрнаступление. То есть, до осени мы вряд ли, с исключением каких-то невероятно новых событий, Black Swan, да, Черного Лебедя, какая-то невероятная штука может произойти, как в позитивном, так и в негативном ключе, который отвлечет всех настолько от украинского конфликта, что все переключатся на это, и эта война будет немедленно закончена. Такое бывает. Я с трудом представляю, о чем ты говоришь, то есть, что может быть еще страшнее. Пример, инопланетяне прилетели. А, хороший пример. Например, да, например, ну что-то такое, общая угроза какая-то для всех. И все объединились, да, Армагеддон такой, да, например, как в кино. Все объединились, русские полетели, американцы полетели, бомбили эту штуку. Все что угодно. Я же, ну, я фантазирую. И если так, как бы, если вдруг какое-то событие произойдет, которое заставит то, что сейчас в Украине происходит, быть просто нерелевантным даже, то тогда, да, но во всем остальном, пока этого не произошло, этот конфликт в Европе, проходящий сейчас, является самой главной угрозой мировой безопасности, на мой взгляд, с огромным эскалационным потенциалом. И то, что мы сегодня не наблюдаем до сих пор попыток начала диалога от внятных партнеров, которые влияют на самом деле. Не Африканский союз, я имею в виду, понятно. Ребят, прям с языка сняли, американские ребята. Понятно. Почему съездили так? Ну, они заинтересованы в том, чтобы война немедленно прекратилась, как и все остальные игроки третьего мира, глобального юга. Для глобального юга эта война большая катастрофа, чем для всех остальных. Да, за исключением самой России и самой Украины. Да, все остальные, как бы, они заинтересованы в немедленно его прекращении. Поэтому они, конечно, будут пытаться. Но шансов у этого ноль. А чтобы внятные партнеры, внятные игроки начали разговор, так мы этого не видим. Раз так, ну, пока говорить об этом явно преждевременно. То есть внятный партнер – это то, что у тебя там в окне где-то Белый дом вырисовывается, да? Ну, конечно. Пока, потому что никогда Путин не будет воспринимать Зеленского как аутентичного лидера, который принимает решения сам. Этого не произойдет никогда. Только если реально вдруг это произойдет сначала в отношении между США и Украиной. Но, опять же, это надо еще разыграть красиво. Поэтому очень вряд ли, прям вот прям совсем вряд ли. Пока Белый дом не решится на диалог, никакого прогресса мы не увидим, я думаю. Кирилл, хотел спросить тебя еще по одному вопросу. Но у нас обсуждается сейчас ситуация, опять сейчас возобновились угрозы применения тактического ядерного оружия со стороны России. То есть такие вот идут намеки, и прямо не просто намеки. Вопрос очень простой и очень непростой. Если, не дай бог, произойдет нечто подобное, и будет применено тактическое ядерное оружие. Понятно, что тактическое – это не что-то глобальное, но тем не менее. Как отреагируют Соединенные Штаты? То есть вот один наш эксперт сегодня выступал и сказал, что американцы, но он, правда, так, ну, не обижайся за американцев, он сказал, что американцы, они такие туповатые, поэтому у них на все случаи жизни составлены протоколы. То есть чтобы не думать лишний раз. Это не поэтому, Саша, не потому, что они туповаты. А наоборот. У них составлены протоколы. Нет, простая тема, даже не касательно интеллекта. Это сделано, потому что в Америке, в корпоративном мире, и в государственном мире, и в любом, где есть иерархия, и субординация, есть главное правило – прикрывай задницу. Хорошее правило, кстати. Все. Твоя задница должна быть прикрыта, а? Поэтому должен быть протокол с четкой последовательностью действия в любом случае. Если вдруг что-то произошло, то потом все это поднимается, следовало ли ты инструкции. Если ты не следовал инструкции, ты виноват, и произошло плохо, пошло. Если ты не следовал инструкции, и все произошло хорошо, победителя не судят. Но если ты проиграл, как известно… Но при этом протокол действовал по протоколу, то с тебя взятки гласны. Да, абсолютно верно. А я действовал по протоколу. Вот так написано. Я обязан был так поступить. Иначе вы бы меня здесь бы самого сейчас распинали бы и имели бы со мной противоестественный половой контакт. Это не годится. Поэтому у меня вот есть протокол. Раз, два, три, четыре, пять. Я должен сделать по пунктам все. Это не тупость. Это страховка. Предусмотрительность. Абсолютно. Абсолютно. Хорошо. Так вот давай про эту предусмотрительность. То есть тем самым ты лишний раз только подтверждаешь, что есть определенный протокол. Но это понятно, что он есть. Нет, нет, я не знаю. Я просто объясняю причину появления протоколов на любую ситуацию. Нет, хорошо. Но значит на такую ситуацию наверняка тоже есть протокол. Ну а как иначе? То есть есть протокол на применение ядерного оружия. То есть допустим будет применено ядерное оружие. Что сделают американцы? То есть будут сразу же какие-то ответные действия или все начнут. Ну про европейцев я не спрашиваю. Они там будут долго рассусоливать. Может быть только британцы там что-то предпримут. А вот американцы. Саш, я все время вспоминаю, когда такой вопрос возникает. А что мы будем делать, если повторяется 39-й год? Да? И как бы это тест Польши. У меня всегда, я стараюсь критически это осмыслить, пытаюсь все время. Смотрю на это с разных сторон, кручу этот бриллиант, да, на солнце его равен. Он сверкает по-разному каждый раз. Но тест Польши на самом деле это страшное дело. Потому что с одной стороны есть пятая статья устава НАТО. С другой стороны, в то время, когда в 39-м году не было НАТО. И не было ядерного оружия. Но были обязательства разных стран, в случае если Польшу будут уничтожать, что и произошло, кстати, то на нее вступятся. По-моему, кроме Англии, так никто и не вступил в 39-м году. Англия сразу объявила Германию войну. И эта война была очень, ну такая. К активным действиям, я так понимаю, они пришли только, когда немцы уже начали бомбить британскую территорию. Но в любом случае, тогда не было угрозы. Но они хотя бы попытались. Да-да-да, но тогда не было угрозы того, что начало такой войны самоубийство. Сегодня мир совсем другой. Сегодня одно неверное движение, и все умерли. Поэтому я очень сомневаюсь. Если, моя ловика такая, если в 39-м году никогда еще не было такой угрозы, не выдержали этот тест Польши, то сегодня, даже если, допустим, так случится, я не хочу это вслух произносить, чтобы не давать, как это, метафизической возможности этому произойти. Не хочу вслух произносить этот сценарий. Но если что-то произойдет, что в итоге, при применении того, о чем ты сказал, пострадают попутно еще страны, которые за границей находятся сразу, ближние, Польша, ведь это возможно. Да, если во Львове, например, это произойдет. Я не хочу даже города называть. То есть, допустим, да, что-то такое. Что будут делать? Ничего не будут делать. Они не смогут ничего сделать. Что они смогут сделать? Они захотят из-за этого умирать все? Сомневаюсь. Очень сомнительно. Это самоубийство. Если будет прямая, не дай бог, атака на страну члена НАТО, они обязаны реагировать так же. Но опять же, вступает тест Польши в игру. Тогда они его не будут. Ответ не обязательно должен быть ядерным. А каким? Не знаю. Вот наши эксперты говорят, что это может быть ответ конвенциональным оружием, но довольно мощный. По Российской Федерации со стороны США это прямое вовлечение в военный конфликт. Уже, кстати, Министерство обороны России сказал, что если будет удары английскими ракетами, этими шедов по Крыму, то это будет означать прямое вовлечение Великобритании и США в войну. С вытекающими отсюда последствиями. Он очень интересно, кстати, сказал. Он сказал, что если будут наноситься по российской территории вне зоны специальной военной операции. Понятно. То есть в Белгород можно, он находится в зоне военной операции. А вот вне зоны это что-то другое. А Крым, он в зоне или вне зоны? Нет, конечно, Крым не вне зоны. Конечно, а что это он в зоне? А Белгород в зоне? Ну, он как бы. Тула в зоне? Не Тула там что-то. Тула нет. Курск, Курск. Курск, да. Курск. Ну, Курск тоже не в зоне, кстати, Курск подальше. Ну, вроде как в зоне. Ну, не знаю. Ну, по нему-то уже наносили. Саша, ты задаешь мне вопросы на логику заявлений, которые имеют политическую причину. Разумеется. Поэтому тут... А мы пытаемся сейчас подвести под это военную логику. Это так не бывает. Но он же военный министр, как бы? Он министр обороны. Он сам по себе не военный человек, кстати. Как это? Он в форме бегает все время. Форма, не значит, человек военный. Форма – это форма. Очень интересно. Он пожарник вообще по природе, да? Он хороший был министр МЧС. Это правда. Никто не спорит. И спас много жизней. Да. Вот. И он... Его роль в 2000 году, кстати, в избрании Путина в марте 2000-го демократическим путем была ключевой. Потому что Шойгу приходилось часто бывать на экране, потому что что-то происходило. А его вообще доверяли, да? Единая Россия. И что он поддерживает Путина? Он много сделал для того, чтобы в марте 2000-го года Путин стал избранным президентом в первый раз. Выборы тогда были непростые. Кстати, много было. Большое-большое соревнование. Вот. Поэтому Шойгу – это одна отдельная история. И он, да, эффективный дядь. Жалко, что ему губернатором подмосковья... Когда-то его назначили губернатором, и там долго его не задержался. Но в Подмосковье. Его назначили губернатором. Место Громова. Громова убрали. Шойгу назначили. И потом сразу министром обороны. Через месяц или два. И не успел он даже поработать на хорошей... Он хотел золотой парашют, а не вышло. В этот момент не прошло. Не получилось, да. А тут был министром обороны, ладно. Но он же не ожидал, что будет война, понимаешь? Сирийская, да? Тогда еще сирийская. И нынешняя, да. Ну да. То есть ответа на этот вопрос положительного или отрицательного нет? Нет. Я хочу точно сказать только одно. Как я вижу. Так как Байден все время говорит о том, что мы не должны быть еще стороной этого конфликта. И он много раз повторил. Это означает, что что бы ни произошло, Америка сама вмешиваться в это не может военными силами. И я считаю, что этот подход на самом деле, он разумный. Одно дело прокси война, другое дело война... Настоящая. Не просто настоящая, а все. Это как бы билет же в одну сторону. Выиграть же невозможно. По крайней мере, так мы знаем из советского времени, что победить невозможно. Может быть, у кого-то в голове есть схема, как можно в ней победить. Но это... Если мы... Мы с Северной Кореей ничего не можем сделать. Мы боимся. Потому что в лотерею эту мы не готовы играть. Попадет, не попадет. Долетит, не долетит. Взорвется, не взорвется. У него уже много зарядов. У него есть хорошие моторы для ракет, которые могут доставить. И даже если одну мы пропустим, и это будет Лос-Анджелес, например, то мы проиграли эту войну. Да, мы ее выиграли. Да. Да, мы ее выиграли. Но такой ценой, это первая победа. Мы не можем себе этого позволить. С этого момента военная акция, потому что в Северной Корее невозможно. А что же про Россию-то говорить тогда? 6,5 тысяч ядерных зарядов. Куда? Какая военная акция? О чем вообще идет речь? Еще раз. Эта война имеет страшный эскалационный потенциал. Поэтому она должна быть немедленно остановлена. Я не вижу другого здесь. Немедленно остановлена. И дальше надо договариваться. Слишком важные ставки. Она не должна была начинаться. Но раз она уже началась, она должна быть немедленно остановлена. Учитывая особенность скорости, с которой стороны двигаются в ту и в другую сторону. Это бесполезная бойня. Она должна быть немедленно прекращена. Все, что сказал Илон Маск, истинно. Вопрос только, сколько погибнет людей. На поле боя я не верю в военный успех больше. Полтора года. Ни для той, ни для другой стороны. Но эти полтора года этот позор, этот кошмар наблюдаем. Это Первая мировая с использованием дронов. Мы это все наблюдаем. Такого еще никогда в истории не было. Понятно, что она войдет в историю. Но это надо немедленно прекращать. И дальше договариваться. Будет нам договариваться. Так нельзя. Спасибо. Спасибо большое. Кирилл Задов. Руис Айрадио. Город Нью-Йорк. Подписывайтесь на канал Кирилла Задова в Ютубе. Там очень интересно. А наша программа подошла к концу. Всего доброго. До свидания. Счастливо. Продолжение следует.